Девногорский завод низковольтных автоматов с долгом более 350 миллионов рублей. На заводе ввели конкурсное производство. Управляющим на собрании кредиторов выбрали Рамиля Саварянова. Он член саморегулируемой организации арбитражных управляющих Северо-Запад. На сегодняшний день пока еще идет инвентаризация. Следующий этап это будет оценка. Следующий этап это утверждение положения о торгах. И следующий этап это сами торги на соответствующих электронных площадках, при которых зарегистрирована саморегулируемая организация. Те проблемы, которые возникают, администрация города Девногорска помогает. Их разрешать Министерство промышленности. Также очень много, большую помощь оказывает в решении тех вопросов, которые возникают. Как говорит депутат Законодательного собрания края Валерий Сергеенко, для многих девногорцев ситуация с заводом трагедия. Ведь когда-то завод был градообразующим предприятием. Те, кто работает на предприятиях крупных, вот таких заводах, для них вот такие вещи, как рядовое банкротство для суда, для налоговой инспекции, для других там коммерческих кредиторов, для них не бывает рядового события. Все имущество, это в том числе и оборудование, и транспортные средства, должны продать ориентировочно до 1 ноября. Тогда же должны погасить задолженность по зарплате перед работниками. Перед работниками задолженность на текущий момент составляет около 18 миллионов рублей. Балансовая стоимость имущества, которая заявлена в арбитражном суде, около 150 миллионов рублей. Численность работающих там, уволенных уже работающих, около 700 человек. И задолженность, уточненная, которая представлена в арбитражный суд, кредиторская, около 350 миллионов рублей. Ну а балансовая, я уже подтверждаю, балансовая стоимость недвижимого имущества, около 150 миллионов. В первую очередь, в стопроцентном объеме, как отмечает Ольга Сысоева, выплатят долг людям, а уж потом всем остальным, в том числе и кредиторам. Причина заболевания предприятия – потеря рынка. Такое мнение высказал представитель интересов собственника завода. Мы проиграли конкуренцию Китаю. Как мне сказали мои специалисты, так условно, что мы делаем, вот, китайцы делают в три раза хуже, но в пять раз дешевле. Это вот основное. Все остальное от лукавого. Часть бывших работников уже нашли себе новое место. Тем более специалисты центра занятости выезжали к Девногорск с вакансиями не один раз и даже открыли там консультационный центр. Все работники получили государственные услуги в сфере содействия занятости. Это консультации по открытию собственного дела, это по трудоустройству. В первую очередь, конечно же, это переезды в другую местность, если и будет такое желание. То есть вся эта информационная работа была произведена. Провели ярмарки вакансий. Это такой основной массовый ресурс. Они участвовали в предприятии как города Девногорска, так и предприятия краевые. Что касается самого предприятия, то конкурсное производство будет на полгода. После этого срока управляющий должен предоставить свой отчет о том, что сделано. Ирина Алиева, Андрей Крупнов. Новости.